красавчик какой уже на бок уже с челкой уважаемые друзья добрый день, добрый фермер, дядя Саша с вами, добро пожаловать на наш канал сегодня я бы хотел поделиться с вами той информацией, которая полезна тем людям которые выращивают бролера для какого-то обеспечения, либо семьи, либо чего-то еще ну то есть для сбыта я хочу поделиться, наверное, той ошибкой, которая в моей жизни произошла вот именно с этой партией птица на самом деле шикарная у нее все отлично, веса отличные рост набирает отличный причина в том, что сложно сегодня найти сбыт на нее не сложно, просто не так, как хотелось бы быстро это максимально сделать она там в любом случае распродастся но просто такие сферы, как магазины под эту партию практически закрыты по причине того, что тушка домашнего бролера, она должна быть желтенькой сейчас была партия на 2000 курей и мы делали первый раз самостоятельно свои корма до этого мы покупали корма хорошей марки и птичка была желтенькая но, к сожалению, веса такого она не имела как вот имеет наша эта птица вот, поэтому мы начали пытаться и в начале сентября, когда мы начинали делать свои корма мы составили, нам показали, какое должен быть у нее меню этого комбикорма вот, то есть либо это пшеница кукуруза и БМВД добавки либо это пшеница и ячмень и БМВД добавки так как кукуруза на тот момент еще нигде не собиралась была только прошлогодняя, мы не стали рисковать то есть мы делали пшеницу и ячмень птица шикарно набрала вес, она шла, опережала все наши прошлые показатели которые были но причина в том, что тушка сама, она не желтенькая она обычная, как другие куры но по вкусу, конечно же, мясо абсолютно отличается но в магазинах все нам говорят, директора или менеджеры они говорят, послушайте, но мы же не будем объяснять людям люди же в первую очередь сначала выбирают глазами то есть, поэтому нам совет для вас вот такой вот что если вы хотите выращивать как домашнего бролера под продажи, чтобы люди были заинтересованы то, конечно же, необходима кукуруза то есть сейчас мы заказали уже для следующей партии кукурузу чтобы у нас была на дальнейшей партии мы не искали, все будет на кукурузе но это одна из, наверное, тех причин и ошибок которая сегодня мы не можем которая повлияла на то, что наш сбыть сегодня происходит не так быстро как бы нам хотелось она продастся по-любому, у нас есть морозильные камеры потому что на дальнее расстояние там за триста километров у нас люди заказывают и поэтому в любом случае птицу мы замораживаем и они с удовольствием её распробовали, они её берут и тот город, в котором мы рядышком живём они замороженную, с удовольствием её берут, потому что они её уже знают мы нашли ту нишу того клиента который разбирает и мороженую с удовольствием и торкует, потому что эти люди уже попробовали это мясо Поэтому, друзья, не совершайте наших ошибок. Желаю вам удачи и процветания в том, в чем вы будете начинать двигаться в направлении выращивания браулера. Вписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго. До свидания. А вот же наш пятнистый красавчик, который у нас бегал, был маленьким. Сейчас он уже большой. Как тебя зовут? Где-то тут был один такой с черными крылышками. Вот он один. Чернокрылые метями у нас.